Ненецкий округ считается одним из регионов с самой низкой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Однако, по официальной статистике, с 2004 года было выявлено более 70 человек с подобным диагнозом. Болезнь распространяется в геометрической прогрессии. На данный момент в мире уже более 50 миллионов человек инфицированы ВИЧ-инфекцией или больной с ПИДом. Елена Семеновичева продолжит тему. Самый первый ВИЧ-инфицированный в Ненецком округе был выявлен 12 лет назад, в 2004 году. Тогда в нашем округе и открылся кабинет инфекционных заболеваний по профилактике и лечению ВИЧ-инфицированных. В настоящее время здесь состоит на учёте 46 наринмарцев с подобным диагнозом. За всё время эпидемии рождено 5 малышей. У троих диагноз ВИЧ-инфекции подтвердился. С 2015 года выявлено 15 больных, а за 9 месяцев текущего года уже 10 человек. Ужасает и то, что их возраст от 15 и старше 70 лет. Узнать, сколько таких граждан на самом деле нереально. Обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию проходят лишь беременные, пациенты наркологического и туберкулёзного диспансера, медицинские работники. К тому же ВИЧ-инфекция имеет продолжительный инкубационный период. После заражения люди могут долгие годы чувствовать себя хорошо, потому что вирус, поражая иммунную систему, действует медленно. И 3-5 лет проходит обычно до первых симптомов. А симптомы этого заболевания выражаются в частых вирусных, бактериальных, глибковых инфекциях в зависимости от степени поражения иммунитета. И развивается разная клиническая картина. Государство полностью обеспечивает ВИЧ-инфицированных всем необходимым для лечения. Это хроническое заболевание. Поэтому своевременно начатое и грамотно выстроенное лечение позволяет продлить жизнь человеку с таким диагнозом на десятилетия, в том числе и детям. Вот препараты, которые используются для лечения ВИЧ-инфицированных. Мы получаем по заявке, и лечение совершенно бесплатное. Сложные схемы. Назначение препаратов – это не один препарат, а как минимум три препарата. Препараты должны приниматься в одно и то же время, по жестким схемам, без пропусков. Поэтому это довольно тяжелое время быть на лечении. Но оно пожизненное? Лечение пожизненное. Но единственное, что когда профилактика перинатального так называемого пути передачи от матери к ребенку, значит там можно назначать 14 недель до родов. А потом ребеночку еще мы назначаем в течение месяца, чтобы предотвратить заболеваемость. Поэтому у нас были проведены все эти мероприятия, и у нас все дети-то пока, слава Богу, не инфицированы. Главная проблема, с которой сталкиваются медики – несоблюдение самими больными врачебных рекомендаций. Средняя продолжительность ВИЧ-инфицированного человека без лечения – 7-10 лет. Согласно нашей статистике, с 2004 года в нашем округе от ВИЧ-инфекции умерло 3 человека. Субтитры создавал DimaTorzok